Денис Марчук, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета. Здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Итак, Украина собирается за собственный счет застраховать судно, которое будет идти зерновым коридором. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Денис, можно ли сейчас оценить риски в море для танкеров с украинским зерном? Они велики? Ну, если мы говорим о прохождении танкеров или кораблей в порты Большой Одессы, это действительно риски большие, потому что Россия то, что и обещала она делает, то есть она обстреливает украинскую инфраструктуру, то есть они не гарантируют безопасности, когда эти корабли будут пришвартуются к портам Одессы, что они не будут обстрелены. Поэтому для нас, как государство, очень важно со своей стороны говорить о безопасности в контексте страхования и частично гарантировать возможность компенсации, если будут происходить какие-то вот такие ситуации и будет нанесен урон для иностранных кораблей. Поэтому то, что Украина выделила около 500 миллионов долларов на страхование, это показатель того, что даже в такой тяжелой для страны ситуации, в такое тяжелое время, мы как торговые партнеры, как государство, которое взяли на себя инициативу обеспечения продовольственной безопасности, все обязательства исполняем. Поэтому очень важно, чтобы в этих условиях были со стороны наших партнеров, таких как Турция и Организация Объединенных Наций, и, возможно, и другие страны, морские страны, такие как Британия, Соединенные Штаты Америки, гарантия прохождения безопасности в Черном море. Но я хотел бы сказать, что и Украина уже дает гарантии некоторой безопасности в прохождении в Черном море, потому что мы видели с вами ситуацию, которая возникла с Черноморским русским флотом. И это показатель того, что даже уже русские на сегодняшний день тоже не имеют возможности гарантировать себе безопасность. Поэтому их стремление к бомбардированию каких-то иностранных суден, наверное, будет уменьшиться, потому что также могут быть обстрелены их корабли, которые будут перевозить те же зерновые или нет. Поэтому ситуация, в которую Россия сама себя ввела, выйдя с зерного соглашения, наверное, более всего будет отображаться и на их экономике, потому что сейчас уменьшилась возможность экспорта зерновых и нефти с территории временно оккупированного крема, из портов Черноморских на территории России. Да. Ну и несмотря на этот демарш и очередной выход России зернового соглашения, Украина продолжает экспорт зерна и также застраховала сухогрузы, которые идут через дунацкие порты. Денис, какое количество агропродукций сейчас удается переправлять вот по этому пути? Какой в целом потенциал экспорта зерна через Дунай? В целом потенциал до массированных обстрелов был около 2,5 миллионов тонн, с перспективы выйти на более 3 миллионов тонн. Но когда вот эти обстрелы произошли, естественно, приостановилась выгрузка кораблей. Значительное количество просто остались на территории Румунии. А в Дунае, ожидая более безопасного времени, когда можно было бы заходить, это призвело к тому, что сформировалась некоторая пробка в количестве до 100 кораблей. Сейчас эта ситуация улучшается. Значительные корабли приходят на территорию Украины, загружаются, выходят. Поэтому, если говорить о нормальной работе дунайских портов, потенциал там есть более 3 миллионов тонн. И благодаря нашим партнерам Румынии, которые действительно очень нам помогают в том, чтобы вывоз осуществлялся вовремя, чтобы не было никаких задержек, и предоставляя свою инфраструктуру, это действительно нам очень помогает в этот период времени, когда в Украине идет активная фаза собирания нового урожая. Есть еще и переходные остатки прошлого сезона. И действительно, это очень важно для того, чтобы вовремя получать валютную выручку для Украины. А если продолжить тему поиска альтернативных маршрутов вывоза и продажи украинского зерна, существует ли возможность, что заработают железнодорожные автомобильные маршруты по экспорту? Они работали, они работали. И потенциал действительно есть тоже очень хороший. Но после того, как были закрыты импорты для украинских четырех номенклатуров товаров на территорию пяти стран Восточной Европы, фактически это количество значительно уменьшилось. Если говорить о перспективе до мая месяца, то железной дорогой импортировалось более 1 миллиона тонн продукции. Автомобилям вывозилось около 700 тысяч тонн. И после этого запрета Еврокомиссии фактически железная дорога упала до 600 тысяч. А вот показатели по автомобильным перевозкам за июнь фактически уменьшились до 100 тысяч тонн. Поэтому, если мы хотим увеличить эту перспективу экспорта в западном направлении, очень важно, чтобы после 15 сентября все запреты на импорт украинского производства, продовольствие был снят. Ну и, конечно, развивать возможность, скажем так, выхода на дополнительные инфраструктурные объекты в европейской зоне. То есть, фактически дать возможность Украине дойти до Балтики, дать возможность использовать Адриатику. Но здесь вопрос в чем? Вопрос в логистике. Она очень дорогая. Скажем так, сухопутные перевозки, они сами по себе не дешевые. Даже доехать до Польши или Болгарии, это в среднем на тоне на около 40 до 50 долларов дороже, чем экспортировать Черным морем. Поэтому, когда мы говорим о, например, Хорватии или Тарии, это еще плюс 50-60 долларов. То есть, более 100 долларов на тоне. Поэтому мы, как государство в виде Министерства аграрной политики, мы, как аграрные ассоциации, на сегодняшний день обратились с таким диалогом Еврокомиссии найти возможность частично компенсировать перевозчикам вот эти логистические утраты, для того, чтобы экспорт осуществлялся, для того, чтобы в мире не повышалась возможность продовольственной инфляции, для того, чтобы стабилизировать цены. Потому что, действительно, с прекращением полноценного экспорта морем, цены начали активно подниматься вверх. И если вовремя украинская продукция не будет появляться на международных рынках, это будет вести к тому, что мы увидим дополнительный рост цен, плюс, наверное, еще, может быть, 15-20%. Поэтому, чтобы этого избежать, вот такой вариант мы, как государство, на сегодняшний день предлагаем нашим партнерам. Конечно, мы вынуждены сейчас искать альтернативные пути для экспорта нашего зерна, вынуждены диверсифицировать риски. Но есть простое решение – это наши порты на Черном море. И ясно, что к этому полноценному экспорту зерна через наши черноморские порты можно вернуться при условии политических договоренностей с союзниками, гарантий военного сопровождения наших танкеров и, наверное, установки дополнительных систем ПВО, которые будут все прикрывать и защищать. Реально ли всего этого добиться? Мне кажется, весь мир в этом заинтересован. Действительно, весь мир заинтересован. И мы видим и слышим заявления и Соединенных Штатов Америки, и Турции, и конференции, которая произошла в Саудовской Аравии. И арабский мир выступает за то, чтобы зерновая инициатива работала. Саммит «Россия-Африка», который прошел на территории Санкт-Петербурга, тоже Африка сказала, мы не хотим никаких подачек, мы хотим, чтобы работала зерновая инициатива, чтобы мир мог вовремя получать продукцию с Украины. И здесь дипломатические переговоры играют большую роль, потому что если бы была готовность мира начать содействовать в военном конвуировании суден, это уже бы происходило. Но пока ни НАТО, ни Британия не готовы брать на себя такую ответственность и заходить с военными кораблями для того, чтобы сопровождать коммерческие судна. Поэтому больше ситуация сейчас будет отыгрываться на том, как произойдет встреча президента Турции Эрдогана с анонсированной встречей с президентом страны-агрессором Путиным. Состоится ли она в августе или в сентябре, но она состоится. И, скорее всего, итоги того, как будет действовать зерновое соглашение, будет ли оно продолжаться, будет зависеть от этого переговорного процесса. Но, скажем так, в системе бизнеса, который сейчас активно обговаривает возможность поставок с Черного моря, активно говорится, что в сентябре, возможно, это уже станет реальностью. В августе нет, но сентябрь – это вполне реальные даты, когда возможно поновить экспорт с территории Украины и Черного моря. Да, Денис, совершенно верно. Наши союзники активно работают сейчас над возобновлением зерновой инициативы. Турция обещает приложить все усилия и на эту тему, как вы правильно сказали, президент Эрдоган обязательно будет говорить с Путиным, если тот не побоится, и приедет в Стамбул или Анкару. Румыния тоже сейчас работает над поиском новых путей для транспортировки украинского зерна. А Россия тем временем пытается достичь максимальных выгод для себя из созданной вот этой ситуации и желает в этом году продать на мировом рынке свой якобы рекордный урожай, мы понимаем, полученный за счет краденого украинского зерна. Так ведь, Денис, в этом и была задумка Путина. Разбить наши порты, уничтожить наше зерно, украсть наше зерно, разрушить зерновую инициативу и предложить миру якобы спасение. Ну, это один из вариантов, который, наверное, я рассматривал для себя Россия, потому что действительно те санкции, которые были, скажем так, сделаны миром по отношению к этой стране, они действительно по ней очень сильно ударили. И возможность экспорта своего продовольствия – это один из вариантов наполнения государственного бюджета. А когда ты еще делаешь дополнительные трудности с поставком обеспечения безопасности продовольствия в мире, и при этом производить к росту цен, и ты выходишь со своей продукции, конечно же, ты дополнительно за это получаешь возможность компенсировать значительное количество денег для работы своей экономики. Это один вариант. Второй вариант, конечно же, Россия, когда делает обстрелы портов Украины, когда она не дает возможности осуществлять экспорт, она пытается навязать все-таки порядок дня в контексте снятия с себя санкций. Мы знаем, там, перечень шести-семи пунктов, которые касаются возможности подключения Росельгосбанка к платежной системе SWIFT, возможности импортировать сельгосдетали на свою территорию, чтобы ремонтировать технику. А мы уже не говорим о вопросе трубопровода Тольятти-Одессы с Аммиаком, это как вопрос отпал, но другие конкретные возможности, например, по логистике, Россия их поднимает и все время пытается навязать порядок дня. Но мир с этим не соглашается, потому что мы все должны понимать, что если произойдет какое-то смягчение сейчас, дальше эти аппетиты будут возрастать, Россия еще больше будет делать какие-то трудности и ставить на порядок дня какие-то для себя преференции. Поэтому в этом соглашении никаких договоренностей не должно происходить. Да, Россия сейчас пытается торговать, но после того, как я уже упоминал, произошли удары по территории Черноморского флота, фактически во многих операторов логистики, которые предоставляли свои судна на территорию России для перевозки зерновых, приостановили подачу своих кораблей. Это значительно повысило страхование, тоже это недешевое удовольствие. Удорожал фракт зерновых. И это фактически говорит о том, что объемы, на которые хотела бы выходить Россия сейчас в активной фазе собирания своего рожая, он уже не будет такой активный. Хотя, если мы посмотрим на ситуацию в 2022 году, начало 2023 года, то фактически потенциал экспорта Россия увеличила в сравнении с 2021 годом. Это говорит о том, что действительно Россия очень интенсивно использует возможности, когда блокировала работу Черноморской инициативы, когда сейчас фактически сама вышла зерновые инициативы, тем самым навязывая свою продукцию в мире. Это действительно факт. Да, и факт, что действительно, вы справедливо отметили, сама же Россия создала риски для своих танкеров. И вот этот ключевой экспортный путь, маршрут через Черное море, совсем уже небезопасный для страны-террориста ввиду последних историй, которые приключились с российским танкером и военным кораблем «Оленигорский горняк». Так что, в общем-то, за что боролись, на то и напоролись. Скажите, но все-таки, да, Россия предпринимает попытки продавать краденое украинское зерно. Можем ли предположить, кто в мире рискнет покупать это зерно, даже по таким низким демпинговым ценам? Ну, это уже открытая информация. Это делает их партнеры Иран. Это делают страны частично Африки, потому что мы должны понимать, количество стран в Африке нуждается каждый год более десятков-десятков миллионов тонн импорта пшеницы. Поэтому, давайте говорить, им все равно, откуда она идет, им нужно обеспечить свою продовольственную безопасность. Это, конечно, Сирия, которая увеличила значительно товарооборот между Россией и своей страной. Поэтому сейчас это все активно мониторится, это все встает предметом описания в дальнейшем подачи документов в суды, для того, чтобы зафиксированные факты стали предлогом для компенсации украинским товаропроизводителям, у которых сейчас украдут, откровенно, Запорожская область и Херсонская область, эти зерновые. Это репарации, которые должна получить страна Украина. Это фиксация тех предприятий за границей, которые осуществляют эти коммерческие соглашения, против них, чтобы осуществлять санкции. Вот, насколько мне известно, против нескольких компаний были осуществлены такие санкции. Поэтому мир все это видит. Но, давайте говорить о Кривене, пока не завершится война, пока не состоится переговорный процесс, пока Украина не победит в этой войне, фактически претендировать на какие-то репарации, возможные компенсации. На сегодняшний день нет такой возможности. Да. И важно сказать, мы постоянно говорим об этом в нашем эфире, и благодарим украинских аграриям, которые, несмотря на заминированные поля, на постоянные обстрелы, на угрозу ударов по зерновым, по пункту хранения зерна, наши аграрии выходят в поля, наши аграрии делают свою работу, собирают урожай. И сейчас уже известно, что наши аграрии собрали почти 17 миллионов тонн зерна, нового урожая. Можете предположить, какая цифра урожая будет к концу сезона? Да, уже более 18 миллионов тонн. К концу сезона то, что мы имеем на сегодняшний день, благодаря погоде, благодаря Богу, и действительно усиленной работе наших товаропроизводителей, фактически мы, может, даже будем иметь показатели лучше, чем более в 2022 году. А в 2022 году мы собрали более 70 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В этом сезоне тоже цифры должны быть не менее 2022 года. Поэтому у нас остается очень потенциально важный экспортный потенциал с новым урожаем. Потому что для обеспечения продовольственной безопасности внутри нам нужно около 18 миллионов тонн всех культур. Если мы будем иметь вот такой показатель, то есть более 50 миллионов у нас потенциального экспорта. Но для этого нужно, чтобы работали коридоры, как и Черноморская инициатива, так и коридоры солидарности. И таким образом обеспечивать экономику страны во время приходом валютной выручки для территории Украины и для экономики в целом. Денис, а вот еще скажите, есть ли какая-то зависимость между зерновой сделкой и вот этим демаршем России рисками для экспорта украинского зерна и количеством засеянных земель украинскими аграриями? Конечно, конечно, есть. Расскажите об этом. Мы сокращаем площадь? Да, конечно, есть. Нет? Да, да, да. Это очень важный момент, потому что как бы в 22-м году мы это все прошли на практике, не имея возможности полгода фактически экспортировать. Мы пришли к тому, что у нас было более 22 миллионов переходных остатков еще 21-го года. У нас активно шла фаза собирания нового урожая, и когда ты не имеешь сложного возможности продавать, у тебя новый урожай, у тебя все склады забиты, а уже настает осень, и тебе нужно готовиться к посевной кампании, конечно же, это призвало к тому, что значительное количество товаропроизводителей или значительно сократили, или вообще перестали засевать озимыми культурами, и это показатель в 22-м году, скажем так, соответствовало, что более 1 миллиона гектаров земли не было засеяно. Поэтому, когда экспорт работает, это сигнал для рынка, что можно сеять, можно вкладывать деньги в свою продукцию, потому что ты будешь иметь возможность ее продавать. Поэтому, когда вот этот период не работало, не соглашение, а коридоры солидарности только начинали осуществлять свое, скажем, наращивание экспорта, действительно, это призвело к сокращению. Но потом, на весну уже 22-го года, когда засеяло ярые культуры, экспорт осуществлялся, компенсировали засеяние полей не озимым, а ярыми культурами. Поэтому сейчас, когда вот прекратилась работа зернового соглашения, когда идут обстрелы альтернативных наших коридоров в виде малых портов Дуная, сейчас это тоже негативный сигнал для рынка в контексте того, что им нужно делать. Нужно ли засевать такое большое количество зерновых? Нужно ли фактически влаживать большое количество денег по итогу? Потому что на сегодняшний день фактически более года товаропроизводители в зерновых работают в лучшем случае в себестоимость, но во многих регионах это идет в минус, потому что логистика для них очень дорогая. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, экспорт имеет большое значение на возможность осуществлять пассивной кампании и на количество гектаров, которые будут засеиваться на территории Украины. Да, оккупанты засеивают рясно наши земли минами. И вот компания TopLead подсчитала в результате своих исследований, что украинская экономика ежегодно будет терять 800 миллионов долларов из-за простоя вот таких заминированных полей. Сейчас тоже подсчитано, что площадь заминированных полей в нашей стране в настоящее время достигла уже 8 миллионов гектар, из которых 6 миллионов находятся на оккупированных территориях и 2 миллиона гектаров на освобожденных. То есть цифры потерь, цифры заминированных наших полей просто ошеломляющие. Это действительно годы и годы по разминированию. На сегодняшний день при анализе ситуации глушен аспект, если мы говорим при помощи наших партнеров, при получении оснащения, получении финансовой помощи для разминирования, это займет не менее 10 лет. А если ситуация не будет улучшаться в контексте получения украины техники, денег, учения команд, это может продолжиться еще на десятки лет. Поэтому в сегодняшних условиях очень действительно много внимания определяется деоккупированным территориям, в контексте разминирования. Есть успехи, потому что если мы говорим о заминированной территории, ей нужно разделять эту ситуацию на две части. Есть усеянные территории, есть остатки снарядов, есть какие-то повреждения, их просто нужно отобрать, рассмотреть, и это проводится более быстрее. А есть действительно заминированные территории, там интенсивность работ, она значительно превышает и по деньгам, и по времени. Поэтому сейчас Украина проводит вот это гуманитарное разминирование и фактически с приоритетных 470 тысяч гектаров земли, которые были обозначены на 2023 год, уже более 160 тысяч гектаров прошли этот осмотр и готовятся к тому, чтобы на них возможно было проводить некоторые сельхозработы. Но мы должны понимать, что суммы, которые выделяются на это, миллиарды долларов. На сегодняшний день, если посмотреть за оценками Кабмина Украины, это нужно более 175 миллиардов долларов для того, чтобы обеспечить осмотр и разминирование этих территорий. Денег и таких, понимаем, у нас нет. Нужно искать партнерства, поэтому сейчас очень много проводится консультаций на международном уровне, когда Украина берет принимать участие в разных семинарах или где выступает сама инициатором Крулл и Стеллороу, мы говорим о помощи в контексте разминирования. Поэтому здесь две важные моменты. Два важных момента. Это помощь Украине непосредственно, но это и помощь мира, потому что то, что мы будем разминировать, от этого зависит, как агрария вовремя посеется и обеспечит возможность экспорта своей продукции, которую они вырастут на этих полях. Если же количество плащей не будет увеличиваться, мы должны понимать экспортный потенциал Украины с каждым гоном он, к сожалению, будет снижаться. Это действительно будет приводить к катастрофическому росту цен на продукты и питания, от которого будет страдать весь мир. А расскажите, Денис, может, вам известны подробности, ведь Украина и наши военные удивляют своей смекалкой, как они умудряются применять западное вооружение в несколько нестандартным способом и очень продуктивно, скажем так. Точно так же и наши аграрии, ведь известно, что уже придумана в Украине спецтехника для разминирования и Министерство экономики уже сообщило, что первая такая машина прошла сертификацию. Что это за машина, что она из себя представляет и сколько нам необходимо вот такой спецтехники сейчас? Ну, понятно, что много, тогда, пожалуйста. Это вопрос, наверное, более технологов, тот, кто разбирается в такой технике непосредственно. Но то, что аграриям, она очень нужна, потому что я могу говорить только от имени товаропроизводителей. Я знаю, в Харковской области еще были аграрии-умельцы, которые сами сделали технику трактора, которые осуществляли свои проходы полями без возможности ручного управления. То есть человеку не нужно было находиться в середине трактора. Автоматически происходило разминирование и оборка территории. Поэтому, да, в условиях украинской, украинской, вынахидливости украинских товаропроизводителей действительно у нас как бы перспектива к тому, что это будет занимать меньше десятки лет надежда есть. Но нужна действительно финансовая поддержка и помощь. А то, что Украина сейчас даже в этих условиях пытается производить технику, которая будет помогать в этом вопросе, нужно всячески это поддерживать. И, насколько мне известно, сейчас даже будут запускаться аукционы, которые будут предлагать возможность компаниям дополнительно принимать участие в разминировании. То есть, как бы, через Прозоро компания, которая имеет необходимое оборудование, технологии, людской потенциал будет заходить в эту программу, если она предоставит свои лучшие конкурентные условия по разминированию, ей будут частично компенсироваться деньгами ее работа. Это действительно усиливает вопрос разминирования на территории Украины. Знаете, Денис, вот пока мы ждем, ну, она уже поступает, это финансовая помощь для разминирования, спецтехника различная, саперы наши обучаются, чтобы делать свою работу, кулибины наши, да, они спят и выдумывают какие-то спецаппараты для разминирования. У меня всегда потрясают человеческие истории, когда люди, наши люди, привыкшие засаживать свои огороды, выращивать овощи, фрукты, вот они возвращаются на декупированные территории, берут вот эти какие-то металлоискатели и просто своими руками разминируют, потому что по-другому не могут. Ведь это же наша земля, плодородная, самая лучшая. Так и происходит. Так и происходит, но, к сожалению, это ведет к летальным исходам. Знаю очень много таких случаев в Херсонской области, поэтому мы, как бы, обращаясь к нашим товаропроизводителям, к жителям сел, не нужно делать все самостоятельно. Если есть какая-то не опасная, извините, опасная какая-то вещь, нужно вызывать представителей ДСНС, которые будут помогать в разминировании. Да. Спасибо за эту беседу, спасибо. Денис Марчук был в нашем эфире, заместитель главы Всего Украинского Аграрного Совета. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова